Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня в программе «Тема дня» говорим о том, что в Ульяновской области идет рост заболевших коронавирусной инфекцией. В связи с этим на первый план вновь выходит работа социальных служб. По этому поводу у нас сегодня в студии исполняющая обязанности министра семейной антигеморовистической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Сергеевна Исаевна. Добрый вечер, Наталья Сергеевна. Итак, 65+, вновь рекомендовано оставаться дома, но, тем не менее, жизнь продолжается. И, допустим, вот сейчас мы находимся на этапе вхождения в отопительный сезон. Это значит, что увеличится платежка, а для граждан пожилого возраста это значит, что нужно оформлять субсидии для того, чтобы экономить свою пенсию. Каким образом действует механизм, как это сегодня происходит? Действительно, сейчас многие граждане, особенно старшего возраста, уже по привычке к начале отопительного сезона будут торопиться подать документы на продление субсидий, на оформление субсидий. В пользу случаем сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам старшего возраста, особенно которых мы просим все-таки без необходимости не покидать свои дома. И в случае, если им что-то необходимо обращаться в социальную службу за помощью, для всех граждан субсидии продлены на 6 месяцев. Поэтому, если дата продления ваших субсидий вышла на сентябрь, то вам сейчас с началом отопительного сезона нет необходимости приходить и продлевать. Субсидии будут продлены автоматически. И никаких заявлений на этот счет писать не нужно? Более того, если субсидии будут выплачены в большей степени, никаких возвратов от граждан не нужно будет. Если субсидии будут недоначислены, то есть меньшая сумма, то мы сделаем перерасчет и обязательно эту разницу доплатим. Поэтому гражданам здесь волноваться абсолютно не нужно. Кроме этого, как работала привычная схема, в РИЦ брали выписку, несли ее, сдавали либо в МФЦ, либо в соцзащиту. Сейчас в РИЦ документов брать не нужно. Тот лицевой счет, который приходит ежемесячно гражданам по почте, там есть вся необходимая информация, которая нам достаточна для оформления субсидий. Поэтому, если ежегодно в период октябрь-ноябрь порядка 40 тысяч граждан приходило к нам на оформление субсидий, с учетом уже продленных выплат, где-то мы ожидаем порядка 3,5-4 тысяч граждан на продление субсидий. Поэтому мы не ожидаем большого ажиотажа. Кроме этого, мы отработали с МФЦ бесконтактную подачу документов, то есть организовано специальные боксы для приема документов, где гражданин пришел в бокс, эти документы положил, и дальше уже специалисты забирают их на отработку. Поэтому все эти механизмы отработаны, и мы надеемся, что никаких неудобств у граждан в связи с этим не будет. Кроме этого, если какие-то вопросы все-таки возникнут, мы предлагаем позвонить в единый социальный телефон, который сегодня работает по всем этим вопросам, 8 800 350 46 46, и задать все интересующиеся вопросы. Это, опять-таки, сделано для того, чтобы лишний раз люди не ходили по общественным местам, по учреждениям, для того, чтобы решить какие-то свои вопросы. Для того, чтобы берегли себя. Конечно. Этот номер телефона, который вы сейчас назвали, это все вопросы, весь спектр, не только ЖКХ, о котором мы сейчас подробно поговорили. Это ЖКХ, и еще один очень важный аспект, о котором я хотела бы сказать, это сейчас изменился порядок предоставления уровня доходов. Если раньше при назначении субсидий мы брали доход за 6 месяцев с момента обращения, то новые изменения за 6 месяцев, за полгода до обращения. То есть вот такой вот, если, ну я пример приведу, да, если человек обратился в ноябре, в этом случае по старому было, данные предоставлялись о доходах май-апрель, май-октябрь, прошу прощения, а теперь ноябрь 2019 года, апрель 2020 года. То есть вот немного изменилась схема, но я думаю, что люди быстро к этому привыкнут. То есть 6 месяцев. И это касается прежде всего, конечно, выплат на субсидии ЖКХ. Еще одно изменение, о котором много уже мы говорили, это перевод всех социальных выплат на платежную систему карты МИР. Тоже об этом не могу сегодня не сказать. Все слышали о том, что все переводы должны произойти были до 1 октября, но с учетом пандемии, с учетом тех условий, которые сегодня есть, продлили до конца года. То есть до конца года можно спокойно переходить, оформить карту МИР. А если она не сделана, то можно получать на старую карту? Пока да. До декабря 2020 года. С января 2021 уже нельзя будет получать. Можно будет только либо на почту, либо на сберкнижку, либо на карту МИР. То есть этим все равно нужно заботиться и подготовиться, завести себе карту МИР. Да, безусловно. Мало того, что ее нужно завести, еще и нужно реквизиты предоставить в социальную службу для того, чтобы выплаты производились. Что мы сделали для того, чтобы гражданам была еще одна возможность подать дистанционно эти реквизиты. Есть на каждом сайте органов исполнительной власти. На СОБЕС-73 точно есть ссылка на платформу обратной связи. Это значок госуслуги, куда можно зайти, внести туда свою учетную запись. И там есть отсылка на вопрос, то есть платформа обратной связи, окошко «Расскажите о проблеме». В это окошко можно сфотографировать реквизиты своей банковской карты, которые получает в банке человек. Сфотографировать, приложить эту фотографию и отправить, и подписать. Прошу заменить реквизиты. Это удобно, это быстро. Те люди, которые получают социальные пособия, могут это сделать. Это касается, конечно, и семьи с детьми, и людей старшего возраста. По крайней мере, это еще одна возможность лишний раз не ходить ни в какие инстанции. Но за банковской картой все-таки придется идти в банк, в банковскую структуру. Обязательно. Вместе с тем, центры долголетия сейчас тоже перешли на особый режим или нет? Ведь не только заботы, но еще и досуг нужно проводить людям старшего возраста. Безусловно. Несмотря на то, что у нас 1 октября открылись дополнительные красивые новые современные центры активного долголетия. Да, к сожалению, мы перешли сейчас снова на формат работы онлайн. То есть мы отказались от всех массовых мероприятий для граждан старшего возраста, в том числе и на открытом воздухе. Поэтому у наших людей уже достаточно хорошо, они научились пользоваться всеми возможными способами онлайн-общения. Это и зум-конференции, это и в соцсетях все необходимые мероприятия, и зарядки, и творческие конкурсы. Все это они уже умеют делать онлайн, поэтому мы снова работаем в этом режиме. Онлайн. Есть вероятность, что школьники все-таки перейдут на дистанционное обучение. Весной была хорошая история, когда социальные службы совместно с Красным Крестом помогали приобрести компьютерную технику для того, чтобы без проблем ученики могли этим заниматься. Сейчас можно куда-то подавать заявки, будет ли возобновлена эта акция? На самом деле акция не прекращалась. Не прекращалась. Не прекращалась, она продолжается. Это компшеринг наш проект, когда мы предлагаем постоянное пользование, отдаем семьям компьютеры, которые нам переданы от благотворителей, от людей, у которых есть лишние, скажем так. Комшеринг продолжает свою работу. Заявки также можно оставлять по номеру телефона 8 800 300 50 46 46. Можно звонить в районные социальные защиты. Кроме этого, мы продолжаем компенсировать затраты на покупку компьютера многодетной семье, которые уже приобрели компьютер. И компенсация до 20 тысяч рублей тоже эта система работает, и люди продолжают ей пользоваться. Но для этого у семьи должны быть основания, да? Да, безусловно. Это многодетная семья, это семья, у которой дети учатся в школе и получают дистанционное образование, безусловно. Да, компенсация тоже действует, поэтому у кого сейчас есть такая потребность, то они также могут сдавать документы на компенсацию, которые приобрели компьютер вот в период осень, в начале учебного года. О центрах долголетия мы с вами поговорили, о том, что они сейчас закрыты. И здесь я должен спросить, что происходит в учреждениях с длительным пребыванием людей старшего возраста? Ситуация стабильна? Ситуация стабильна, нам удается ее сдерживать. Конечно, не могу сказать, что нет там абсолютно случаев заражения, нет, они есть. Но, к счастью, нам удается сразу локализовать и не допустить массового заражения получать наших услуг. Но хочу отметить, что наши центры, учреждения для людей старшего возраста, как находились в режиме самоизоляции с весны этого года, так и продолжают. То есть сотрудники находятся на 14-дневном периоде самоизоляции вместе со своими подопечными. Поэтому нам удается удержать ситуацию в учреждениях стабильной. Это радует. Наталья Сергеевна, большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Тема дня» принимала участие исполняющая обязанности министра семейной и демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Наталья Исаева. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова